МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Днем здесь трудятся доктора, ночью – строители. Поликлиника работает в штатном режиме. Мы не прекращали свою деятельность ни на один день. В нашем учреждении функционирует детское отделение, женская консультация, ведут прием участковые терапевты, педиатры, врачи-акушеры, гинекологи. Кроме того, в Звенигородской поликлинике ведут прием окулист, лорг, кардиолог, эндокринолог. Узких специалистов не хватает, но после ремонта привлечь новые кадры будет проще. Третий и четвертый этажи медучреждения уже приведены в порядок. Идут работы на первом и втором. Завершен ремонт третьего и четвертого этажа полностью капитально. В данный момент ведутся ремонтные работы по лестничным маршам капитально. Ведется ремонт системы вентиляции полностью, замена всех установок, кондиционирования, вытяжных систем и коробов по первому и второму этажу. Три года назад на первом и втором этажах поликлиники сделали косметический ремонт, в который по непонятным причинам не вошла вентиляция. Теперь строители вынуждены устранять недочеты коллег. Работы идут по плану. По контракту мы должны закончить их в конце августа, мы планируем в середине июля. У руководства медучреждения к проводимым работам претензий нет. Работы выполняются на достаточно высоком уровне. Ремонт медучреждений и прием пациентов идут параллельно. Сейчас уже понятно. Это неудобство, стоило потерпеть. Так светло, чисто стало, ну хорошо. Ну и вообще свежий ремонт – это всегда очень приятно. Ну а здесь, ну посмотрите, цветочки приятные, прям как в оранжереи. Очень приятные врачи, достаточно по-доброму относятся. И я довольна тем, что здесь происходит. Приходишь, заходишь, вот совсем по-другому все смотрится. Ну все новое, короче. И полы другие, и стены другие, двери другие, все. Впрочем, преобразится не только поликлиника Звенигородской больницы, но и стационар. Уже заменены инженерные коммуникации, отремонтированы реанимации и оперблок, приемный покой и палаты, подведены медицинские газы. Полностью работы должны завершиться здесь до конца года. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».